Афибский лицей В поселке Черноморском Прошел сход граждан На встрече присутствовали Глава муниципалитета Руководитель поселения Сергей Таравик Депутата законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орленко Представители всех служб и ведомств А также актив поселения В начале встречи О работе местной администрации И планах работы на текущий год Рассказал Сергей Таравик Актуальные проблемы поселения Это электро- и водоснабжение Дороги, здравоохранение После отчета главы Жители смогли задать вопросы Представителям власти И руководителям служб муниципалитета Хотелось бы услышать О состоянии очистных сооружений В поселке Черноморском В каком состоянии И как они эксплуатируются По поводу черноморских очистных сооружений Они работают в рабочем состоянии Да, требуется доработка Но они работают И справляются со всем объемом Который поступает канализационный И с точных вод А вот очистные сооружения Поселка Октябрьского Оставляют желать лучшего Они просто-напросто Как вы все прекрасно знаете Находятся в нерабочем состоянии Но мы над этим работаем Была проверка Росприроднадзора Нам было выдано предписание Чтобы мы это все устранили Естественно, мы занимаемся сейчас тем Чтобы сделать проектосметную документацию Потому что это не один миллион рублей В сентябре этого года Жителям Черноморского Предстоит избрать нового главу В конце встречи Кандидаты на пост руководителя Представили свои планы Которые позволят вывести Черноморское поселение На новый уровень Очередная выездная приемная Администрация Северского района Прошла в станице Смоленской В Доме культуры автомобилист Сотрудники администрации Ведомств и служб района Собрались для выявления проблем Волнующих жителей поселения Глава района Адам Джарим Лично принял участие 16 станичников Обратились с самыми актуальными проблемами Вопросы касались Перебоев в водоснабжении И электроснабжении Оцепки и грейдировании Дороги по улице Октябрьской Газификации улицы Красноармейской И капитального ремонта Многоквартирного дома Необходимым жители считают И установку банкомата Строительство нового здания Смоленской амбулатории И организацию приемов Узкими специалистами в поликлинике Интересовались обратившиеся И порядком перераспределения Земельных участков По итогам встречи Все обращения жителей станицы Были рассмотрены и отправлены Работу Проблемы с долгосрочной перспективой Решения взяты на контроль Работа выездной приемной Продолжится 30 августа В селе Михайловском Так что все те, кто хочет Задать вопросы специалистам Районной администрации Смогут сделать это В самое ближайшее время Северский район присоединится К общероссийской акции Ночь кино 25 августа на площади Перед Северским домом культуры Состоится бесплатный показ Российских фильмов Танки, Рубеж и Последний богатырь Спонсоры данного мероприятия Телерадиокомпания Атаман И кинотеатр Ударник Приглашаются все желающие Показ фильмов начинается в 20 часов Невьянская башня Жемчужина Урала Одна из достопримечательностей Сурового региона В августе ей исполняется 293 года Малоизвестный ныне город Невьянск Находится в 90 километрах От Екатеринбурга Благодаря необычному наклону Невьянскую башню Часто сравнивают с Пизанской Однако русская башня Стоит прочно И во время строительства Наклон был сбалансирован Самое главное Отличительное особенность Все-таки этих двух башен Пизанское падающее А Невьянская башня наклонная И никогда не упадет И сегодня исследователи Выдвигают несколько версий Либо Невьянскую башню задумали Построить специально наклонно изначально Либо наклон произошел Во время строительства башни Это фамильная башня Рода Демидовых Промышленных магнатов Известных со времен Петра I У них были свои полиция Армия Тайные дипломаты И флот В башне 9 этажей На втором этаже Рабочий кабинет Демидова На третьем Лаборатория Выше Акустическая комната Где хозяин мог подслушать Разговоры столичных ревизоров Ребенок в одном углу Говорил Я слушала здесь Я говорила здесь Она слышала там Причем очень хорошо слышно Как будто она стоит рядом со мной Шепчет мне на ухо Время было Очень сложное Суровое Империя Демидова Действительно большая Чтобы управлять этой империей Нужно было не только иметь Сватку Какую-то деловую Промышленную Но нужно было владеть информацией Кто владеет информацией Кто владеет миром Поэтому это В общем-то Вполне обоснованный Технический Архитектурный Научный факт На седьмом и восьмом этажах Часы с музыкальным боем Их привезли из Англии Известно, что их покупка Обошлась дороже Строительства всей башни Музыкальный механизм Включает колокола И изначально был способен Проигрывать 18 британских мелодий Потом добавился Дореволюционный гимн России Боже царя храни По сей день, как и три века назад Часы заводятся вручную То есть специальный часовой мастер Поднимается на седьмой этаж башни Берет в руки лебедку И вручную поднимает тяжелые гири наверх А ровно за сутки Тяжелые гири успевают спуститься вниз На последнем этаже Смотровая площадка Откуда открывается Панорама старинного города Нам повезло с такой башней Для нашего города Это большая ценность Приметная такая Не знаю О нашем городе Когда говоришь А, да, да Наклонная башня у вас Невьянская башня Это же знаменитость Это бренд Среднего Урала День рождения башни Празднуют каждый год В этом году на торжество собралось Более 15 тысяч человек Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Добавил DimaTorzok